Доброе утро! Счастливой субботы каждому из вас и всем тем, кто сопровождает нас сегодня в телеэфире. Это всегда прекрасная возможность быть с вами и разделить с вами эти прекрасные священные часы седьмого субботнего дня. Прекрасная привилегия, которую мы имеем, это делиться по всему миру через интернет, через телевидение, через спутник Вестью Божьей. А как вам детская история? Сестра Синтия всегда чудесно улыбается и с энтузиазмом относится к детям. А я люблю слушать ее истории. И наши молодые люди, они делятся музыкой сегодня. Они несут особенную музыку. И если бы вы могли видеть молодых людей, стоящих за камерами, у нас тоже находятся там люди всех возрастов. И мы можем видеть, что Бог особенно могущественно работает через молодых людей в эти дни. Я хочу поблагодарить тех из вас, кто пришел на гору на этой неделе. Некоторые из вас только что проявили интерес к поиску объекта недвижимости и хотели, чтобы некоторые захотели посмотреть, что доступно. Мне жаль, что я не смог сопровождать вас, но вы поехали посмотреть это место и приобрели эту недвижимость специально для возможностей для людей, которые в последнюю минуту или которые ищут меньшую часть собственности вместо большой фермы. Я также благодарен Господу за команду людей в Перу, которые собираются подготовить недвижимость для нового оздоровительного центра в Куску. Прямо у реки находится это место, происходит подготовка, уборка и подготовка к строительству этого земельного участка. И также я не могу забыть нашу команду в Мексике, мы скоро будем в Мексике, мы собираемся пробыть с ними, а затем на юге Топачули на выходные, которые будут примерно 1 и 2 апреля. Мой отец прислал мне ссылку на видео. Теперь у него есть время смотреть все это. Он пожилой, у него много времени, чтобы просматривать все это. И это видео называется «Сахар. Горькая правда». Горькая правда заключается в том, что большинство продуктов, особенно из Северной Америки, содержат кукурузный сироп. И его производят из кукурузы. И почти все экспортные продукты США, они содержат его. И доктор Хустик, как биохимик, показывает, что это яд. Это действительно яд, но он дешевле и слаще сахара. И еще слаще. Это экономически очень привлекательно для производителей продуктов питания. В любом случае, если вас интересует дополнительная информация, вы можете перейти на этот веб-сайт. И если вы говорите по-английски, вы можете прочитать или перевести эту информацию. Я хотел бы поблагодарить пастора из Израиля за тему, которую он представил сегодня утром. У нас был хороший переводчик. Что вы думаете? Пастор Марк провел большую работу. Спасибо. Мне кажется, это был первый раз, когда он переводил, но он проделал очень хорошую работу, и весь звучало очень ясно. Пастор поделился с нами тем, что он и его жена, они остановились в нашем доме в горах на прошлой неделе. И он поделился с нами тем, что он написал небольшую книгу, которая широко распространилась по всей Боливии. Но даже несмотря на то, что в основном эта книга содержит просто цитаты из Духа Пророчества и помогает людям проснуться относительно вести и здоровья, и о том, что Бог делает сегодня, чтобы они, чтобы они были спасены, чтобы они были исцелены, реакция на эту книгу была очень резкой. Моя жена плакала на прошлой неделе. Я видел, как она плакала, и я сказал, почему ты плачешь? И она сказала, я плачу за всех тех пасторов, которые будут потеряны, потому что они сопротивляются истине. У женщин обычно более нежное сердце, чем у нас, парней. Я еще не плакал по ним, хотя должен был бы. Но большинство пасторов приняли решение, и они не собираются менять его. И мы обнаружим, что Иисус тоже много плакал. Он плачет по своим людям, потому что они будут потеряны. Он оплакывал Израиль, потому что они были потеряны. Почти все лидеры, руководители Израиля предпочли погибнуть. Так же, как и сегодня, большинство членов церкви будут потеряны, погибнут. И Иисус плачет о них сегодня. Мы собираемся узнать больше о его характере. Я молился за наших братьев в Украине. Я несколько раз проповедовал в Украине. И я молился за братьев также в России, потому что они тоже переживают трудные времена. На днях я снял свой ремень и вспомнил, что ремень мне подарил Русский Унион. Там, на юге, Кавказский Унион. И там написано «Надежда на Бога». И это именно то, что нам нужно сегодня. Поэтому молитесь за своих братьев в зоне боевых действий. И также за тех, кто сегодня подвергается гонениям. Им нужны наши молитвы. Божья защита. Ангелы заняты во время войны. Было рассказано о многих чудесах. Но если на то пошло, даже здесь, в Боливии, мы не на войне, слава Богу, но и здесь все еще происходят чудеса. Присоединяйтесь к нам для ванлитвы, прежде чем мы начнем. Присоединяйтесь к нам для ванлитвы, прежде чем мы начнем. Наш любящий Небесный Отец, Твое сердце разрывается за всех тех, кто терпит потери. Ты чувствуешь каждую боль. Твои святые ангелы заняты защитой Твоих детей и ограничением воздействия зла в мире. Господи, окружи нас своими святыми ангелами. Наполни нас своим святым духом. Мы хотим быть запечатаны. Мы хотим, чтобы наши характеры были похожи на характер Иисуса. И нам нужна Его одежда праведности. Забирай наши грехи и все то мирское в нашем каменном сердце. И дай нам нежное сердце из плоти. Мы молимся об этом. Мы нуждаемся в этом. Мы должны быть это, чтобы быть запечатленными. Мы молимся за тех, кто страдает и за тех, кто болен. У кого плохое здоровье. за тех, кто подвергается высокому риску. За наших братьев в других странах, которые переживают очень трудное время. И здесь, в Боливии. Мы просим Тебя об этом. Особом благословении. Освети наши мысли. Помоги нам лучше понять Твой характер. Мы молимся об этом. Во имя Иисуса. Аминь. Мы говорили о любви Божьей к миру. Но название сегодняшней проповеди немного другое. Гнев Божий. Вы скажете, любовь Бога и гнев Божий. Как это согласуется? Людям в мире продали ложь. Им сказали, что Бог — это злой Бог. Он собирается все уничтожить. Он хочет сжечь тех, кто сопротивляется ему раз и навсегда. Тогда как можно любить такого Бога? Но это не тот Бог, которого показал нам Иисус. Может быть, что великий лжец снова лжет нам? Как насчет того Бога, который отдал Своего ининародного Сына, чтобы спасти нас от греха? Это другой Бог или тот же Бог? Поэтому нам нужно немного лучше понять, что означает гнев Божий в свете любви, которую проявил Иисус. Может быть, у нас неправильное понимание? Сатана исказил наше представление о Боге. Некоторые люди ненавидят Бога. Некоторые любят Бога. Но как мы можем попасть на небеса, если мы ненавидим Бога? Но как мы можем любить Бога, если у нас неправильное представление о Боге? Давайте начнем с самого начала. Всегда хорошо начинать сначала. Начнем с Евы. Когда Ева отошла от мужа, когда она подошла к тому дереву, посмотреть на Него, дерево познания добра и зла, Сатана уже был там, чтобы соблазнить ее. И первое, из чего он начал, со лжи. Кому нравится лжец? Никому. Правда. Это то, чем мы восхищаемся. Давайте посмотрим, что здесь написано. Книга Бытие, 3 глава, с 1 по 6 стихи. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли Бог сказал, не ешьте ни от какого дерева в раю. И жена сказала змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая. Сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Он соврал. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Вторая ложь. Вы будете как боги. Во-первых, вы не умрёте. Во-вторых, вы действительно перейдёте на более высокий уровень. Ева никогда не слышала до этого лжи. Поэтому для неё это было новой идеей подумать, что, может быть, она узнает больше, чем... Или, может быть, змей скажет ей что-то, чего она не должна была знать. Она поверила лжи. Она прикоснулась к плоду и съела его. Хм, я не умерла. Может быть, змей сказал правду? Возможно, мне сказали правду в конце концов. И она отнесла этот плод Адаму, веря, что, возможно, змей прав. Но на самом деле она была обманута. Адам не был обманут. Но он любил настолько свою жену. Он любил свою жену больше Бога. и это называется идолопоклонство. Он знал, что делает. Но тогда самый красивый, совершенный человек, женщина в том мире, у которой никакого дефекта. Если вы девчонки и вы женщины думаете, что вы очень красивы, то вы никогда не видели свою мать Еву. Да, после шести тысяч лет греха, вы все еще прекрасны. Но подумайте, какой она была. Адам сравнил свою жену, подумал о Боге и сказал, я предпочитаю умереть со своей женой. Адам был царем. И Еву. и Еву сама по себе не могла ввергнуть мир в смерть. И Еву не была королевой. По крайней мере, административно князем мира сего был Адам. Это он решил судьбу мира. Адам подумал об этом и сказал, я съем этот плод. и когда он повиновался сатане, он потерял свое царство. И сатана стал князем этого мира. Сатана установил свое правительство на этой земле. И каков был результат правления сатаны? Иисус когда знал их из сада дал Адаму и Еве дал им обетование. Иисус сказал Адаму и Еве и вражду положу между тобою и между женою между семенем твоим и между семенем ее. оно будет поражать тебе в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Это то, что он сказал змею. Это был смертный приговор сатане, что однажды Бог раздавит ему голову. дождь в голову. Но это также было весть к Адаму. Жить будет трудно и больно. Сатанинское правление принесло на эту землю ряд событий. Сатана сказал, вы не умрете, но смерть сразу же вступила в свои права. Он принес страдания. он принес войну. Это картинка война на Украине. Он принес болезни. Мы все знаем людей, которые болели и умерли. Мы прошли через это. Несправедливость. Этот канадский пастор поехал в Северную Корею, но он был приговорен к пожизненному заключению за проповедь истины. Жадность. Люди накопили столько денег, что не прочь закурить сигарету 100-долларовой купюрой. пытки. Геноцид и насилие. Фотографии, которые вы только что видели, являются результатом непосредственного правления сатаны. ни одна из этих фотографий не свидетельствует о Божьем правлении. Бог никогда не будет кого-то мучить. Однозначно, Он не принес на землю то насилие, которое учинил сатана. Тогда откуда это взялось? Это все имеет свои корни от правления сатаны. Результаты греха, насилие и агрессия исходят не от Бога, они исходят от сатаны. Сатана всегда пытался уничтожить Божий народ. Во времена Римской империи христиан бросали на растерзание львам. В Северной Корее христиан приговаривают к пыткам и смерти. Если вы проводите собрание без разрешения правительства, как христиане в Китае вас арестовывают и отправляют на каторжные работы. Это в Китае. Название христианства «Испанская экспозиция». Сатана пытал, убивал, а в средние века более 30 миллионов человек погибли от рук предполагаемых христиан, которые были церковными лидерами. Почему сатана так зол? Почему он мучает, разрушает и убивает? Первое послание Петра 5 глава 8 стих сказано «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». И в книге Откровения 12 глава 12 и 17 стихи говорится «И так веселитесь небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». И расферепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими отсеменей ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Первая война началась на небесах. Представьте, место мира, где нет греха, и там начинается война. Кто начал войну? говорить ложь? начал говорить ложь? Ангел по имени Люцифер, который был тесно связан Богом, который стоял в самом присутствии Бога. И он начал завидовать Богу и начал лгать о его характере, лгать о его законе. ангелы никогда до этого не слышали лжи. Наверное, он должен знать лучше, чем мы, потому что он находится в присутствии Божьем. Может быть, он прав? Он был сброшен с неба с одной третью ангела. потому что он начал лгать и он начал войну. И Бог ставит ограничения и говорит «хватит, достаточно». Это то, что делает Бог. Он ставит предел тому, как далеко может зайти зло. и так он перенес эту войну на эту землю. Он распространил свою ложь по всей вселенной, по всем тысячам, а может быть, и миллионам миров, существующих во вселенной. но все живые существа отвергли его. Адам и Ева были единственными, кто поверил ему, созданные по образу Божьему. Божьему. Итак, он принес восстание в этот мир. Мы можем прочитать историю о Каине и Авеле, как Каин убил своего брата, потому что он следовал лжи сатаны. История Иова. Сатана сказал Богу, «Ты защищаешь его, ты поставил вокруг него защиту, поэтому он тебе служит». Это была правда? Защищал ли Бог Иова? Да, конечно, он защищал, потому что Бог сказал, «Ладно, я сниму мою защиту, только самого Иова не трогай». В тот же день, в один день, все, что имел Иова, исчезло. Это то, что сделал сатана. Он убил его детей, убил его слуг, уничтожил все его имущество и оставил его одного ни с чем. Это действие сатаны. Когда есть ураган или торнадо, мы говорим, «О, это делает Бог». Нет, это делает сатана. Бог не посылает ураган. Сатана посылает ураган. причина, по которой мы здесь сегодня и живы, заключается в том, что вокруг нас нарисована защитная ограда. Мы прекрасно знаем, что Бог защищает это служение. Как могли бы мы проповедовать истину свободно и без препятствий, если бы не покровительство Бога? когда мои родственники и мои родители приняли решение приехать в Боливию, генеральная конференция проголосовала за то, чтобы они приехали работать в Боливию. Генеральная конференция нет, не они выбрали приехать в Боливию. Бог сделал этот выбор. они приехали в разные годы, но у Бога был план на будущее. Он уже тогда думал о Дэвиде и Бекке. мы работали во многих странах. Мы работали в Мексике, Перу, Тринитад и Табаго, в Гаяне, в Венесуэле и, наконец, вернулись в Боливию. это там, где Бог поместил телевизионную сеть. И сегодня вы смотрите эту передачу по всему миру. Бог выбрал Боливию. Бог знал, что в Боливии будет больше свобод, чем в других странах. Еще до того, как мы родились, у Бога уже был план. До вашего рождения у Бога уже есть план для вас. И его план состоит в том, чтобы использовать вас, чтобы делиться любовью Божьей с другими. Война продолжается на земле. Египет фараон против Бога. Бог вывел свой народ из Египта. Фараон изо всех сил пытался остановить Бога и фараон потерял свою жизнь, бунтуя и борясь против Бога. Бог показал свою великую силу. Сегодня та самая колесница фараона находится на дне Красного моря с золотыми колесами. Золото все еще там. вы можете найти фотографии этих колес. Не только Рон Уайт сфотографировал их, но другие также имели возможность сделать это. Езекиа ассирийцы окружили Иерусалим. И царь Ассирий сказал не доверяй своему Богу. Ни один из Богов не защитил другие города против которых я сражался. Но Бог проявил себя. Бог ответил ему через слова пророка Исаии. Посмеется над тобою девствующая дочь Сиона. Вы можете себе представить царя высокомерного. Я уничтожу вас. Не верьте своему Богу. И Бог говорит посмеется над тобою девствующая дочь Сиона. Я вложу кольцо мое в ноздри твои и удила мои в рот твой и возвращу тебя назад той же дорогу к которой ты пришел. Вот так надо обращаться с царем. Но только царь царей может так говорить. И на следующее утро когда Синахирин проснулся его армия 185 тысяч солдат были мертвы. Он был единственным кто остался живым. Я думаю еще лошади были живы потому что он уехал на лошади обратно в свою страну. и когда он вернулся домой один из его сыновей убил его. А как насчет Вавилона и Израиля? как насчет Медоперсии и Эсфири? Сатана всегда пытался уничтожить народ Божий. Восстание Восстание Израиля сняло защиту Бога чтобы враги могли атаковать. Да Бог хочет защитить свой народ но что если суетность и грех отделяет нас от Бога? Вот почему большинство пасторов умрут. Вот почему большинство членов церкви потеряют вечную жизнь. Они отказываются прийти к Богу и исцелиться. Они предпочитают свою работу свою зарплату. Библия говорит что многие фарисеи уверовали в Иисуса но не исповедовали его потому что боялись руководителей. Итак сатана понял если я убью всех все что я сделаю это гарантирую их спасение. И он сказал я пойду другим путем я постараюсь попасть в систему образования через греческую философию. Он научил многих людей в Израиле и греческая система до сих пор влияет на нас в наших университетах. Бессмертие души вечно горящий ад многобожное язычество вошло в церковь в средние века. Вы можете поехать в Ватикан сегодня и вы можете увидеть изображение как бы апостола Павла вы увидите его скульптуру но это был не апостол Павел и это не апостол Петр это языческие боги. Римская империя пыталась убить Иисуса когда он был младенцем но в конце концов Римская империя убила и распила его они преследовали и уничтожали первых христиан потом языческий Рим стал папским Римом 30 миллионов убитых было совершено в ходе мусульманских войн турецкое преследование коммунизм и наконец возрождение папского Рима сатана продолжит войну против Бога у сатаны во гневе ярость в Божьем гневе нет ярости он не злой Бог это любящий Бог который наконец должен признать что вы сделали свой окончательный выбор и он вынужден будет отпустить вас во власть сатаны но у нас есть обетование книги пророка Исаии 49 глава может ли быть отнято у сильного добыча и могут ли быть отняты у победителя взятые в плен да так говорит Господь и плененные сильны будут отняты и добыча тирана будет избавлена потому что я буду состязаться с противниками твоими и сыновей твоих я спасу так же далее в Исаии 54 глава эти картинки мы пропустим там написано ни одно орудие сделанное против тебя не будет успешно и всякий язык который будет состязаться с тобой на суде ты обвинишь я немного быстрее буду прокручивать потому что времени очень мало в книге исход 14 глава 14 стих когда Израиль пересек Красное море там сказано Господь будет побороть за вас а вы будете спокойны а во второй книге хроник 20 глава когда Иосафат пошел на битву Бог послал пророка который сказал что вам не нужно будет сражаться в этой битве успокойтесь и увидите спасение Господа Псалом 45 Бог Бог нам прибежище и сила скорый помощник в бедах посему не убоимся хотя бы поколебалась земля и горы двинулись в сердце морей Псалом 90 живущий под кровом всевышнего под сенью всемогущего покоится говорит Господу прибежище мое и защита моя Бог мой на которого я уповаю Бог налагает ограничения на врага который хотел бы уничтожить вас но Бог допускает сатане определенные возможности чтобы вселенная могла видеть результаты греха сатана обвиняет Бога в том что он ограничивает и гражданам не дается сделать свободный выбор это ставит Бога в затруднительное положение если он позволит сатане полную свободу делать все что он хочет тогда люди скажут ну что же за такой Бог что он позволил все это но когда он накладывает ограничения на сатану он говорит до сих пор дойдешь и дальше не придешь как он сделал с потопом с Содом и Гоморой с разрушением Египта затем сатана обвиняет его в том что он не дает ему свободы делать то что он хочет и так что же такое на самом деле гнев Божий он хочет забрать всю вашу свободу потому что хочет контролировать вас или он дает вам свободу и свободу выбора Псалом 77 говорит давайте посмотрим что думает Бог мы говорим об Израиле сердце же их было неправо пред ним и они не были верны завету его но он милостивый прощал грех и не истреблял их многократно отвращал злость свою и не возбуждал всего гнева своего он помнил что они плоть дыхание которое уходит и не возвращается сколько раз они раздражали его в пустыне и прогневляли его в стране необитаемой оси 11 глава 8 стих как поступлю с тобою Ефрем как предам тебя Израиль поступлю ли с тобою как садам сделай ли тебе что Севаим повернулась во мне сердце мое возгорелась вся жалость моя если вы посмотрите на откровение 7 глава вы не найдете там колено Ефремя перечисленные среди 144 тысяч все колено Ефрема погибло Божье сердце сказала как я могу отпустить тебя но он должен был отпустить его потому что Бог дал им свободу Бог не хочет уничтожать нечестивых на самом деле Богу задали вопрос наслаждается ли Бог уничтожением нечестивых Иисус умер за всех даже тех кто не будет спасен Он понес их грехи на кресте но если они скажут я не хочу быть спасенным и восстанут против Бога Бог позволит им действовать согласно их выбору как насчет того когда Иисус плакал над Иерусалимом Иерусалим Иерусалим избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе сколько раз хотел я собрать детей твоих как птица собирая птенцов своих под крыльях а вы не захотели все оставляется вам дом ваш пуст Иисус умирал за Израиль у него была сила спасти их от врага но они не захотели Бог сказал это был дом моего отца но теперь все оставляется вам дом ваш пуст послание к евреям 12 глава 29 стих Бог дает миру последнее предостережение Бог наш есть огонь поедающий и когда он протягивает ним последнее объятие но грешники будут уничтожены сатана уничтожен корни и ветви я думал Бог есть любовь зачем ему уничтожать грешников потому что Бог есть огонь поедающий ни один из святых не будет уничтожен потому что когда Бог обнимает их пожирающий огонь не поглощает их а любящий грех и грешники погибнут которые отказались от Божьей любви Малахия 4 глава 1 стих говорит ибо вот придет день пылающий как печь Иезекииль 28 глава 18 стих говорит я превращу тебя в пепел он говорит о сатане есть много разных доказательств любви Бога в послании к римлянам говорится о гневе Божьем у нас нет времени читать все эти стихи но там есть стихи ибо открывается гнев Божий Бог просто должен предоставить вам сделать ваше решение 7 последних язв окончательное уничтожение нечестивых это странные деяния Бога но присутствие Бога в виде пожирающего огня уничтожает нечестивых Бог есть любовь 1 Иоанна 4 8 все добрые дары нисходят от Отца Света Иакова 1 17 Малахия 3 6 говорит ибо я Господь и я не изменяюсь но когда он покидает святилище когда Иисус заканчивает свою работу вот что произойдет давайте прочитаем что там написано когда он оставит святилище марак покроет жителей земли в то ужасное время праведники должны будут жить пред святым Богом без посредника барьеры до сих пор сдерживающие нечестивых будут устранены и сатана получит неограниченную власть над нераскаявшимися долготерпение Божие кончилось мир отверг его благодать с презрением отнесся к его любви и попрал его закон нечестивые перешли границы своего времени благодати Дух Божий которому они опорно сопротивлялись наконец отнят от них незащищаемые божественной милостью они остались на произвол злого врага сатана тогда ввергнет жителей земли в великую последнюю скорбь как только ангелы Божьи перестанут удерживать свирепые ветры человеческих страстей все элементы борьбы разыграются вверх весь мир будет вовлечен в гибель более ужасную чем покстигшая в свое время Иерусалим сегодня бог все еще сдерживает ветры вы можете поехать в город и вернуться благополучно назад вы можете путешествовать в другие города вы можете путешествовать в другие страны бог все еще контролирует крайний последний взрыв насилия и он будет продолжать контролировать пока не раздался громкий клич и все до единого не будут приглашены на последний банкет но сегодня работает много агентов сатаны сатана может работать с любым кого можно купить сегодня в правительстве много людей которых купили деньгами властью влиянием и они делают все что им говорят если вас можно купить то сатана будет контролировать и вас с другой стороны есть люди которых нельзя купить тогда он использует угрозы и страх некоторым людям нравится бояться и поэтому они действуют и подчиняются а еще другие принадлежат тайным обществом и поднимаясь по служебной лестнице становится все более и более похожими на своего отца дьявола конце концов сатана правит миром как рабами как сатана относится к своим работникам частично как рабам никакой пощады если ты не делаешь то что я тебе говорю я тебя наказываю и когда я закончу с тобой я выброшу тебя в мусорное ведро потому что ты мне больше не нужен я не буду тебе больше использовать сатана не любит человеческие существа он ненавидит их потому что они были созданы по образу божьему если у вас есть определенная цена сатана купит вас как покупает рабов и он будет использовать вас пока не закончит с вами а потом он вас выбросит если у вас определенная цена прежде чем я закончу я расскажу вам короткую историю в одной из наших стран у нас было несколько волонтеров одна молодая девушка приехала из другой страны она сказала дядя Дэвид есть мужчина женатый мужчина который преследует меня у него есть деньги и он хочет меня я не знаю как уйти от него я сказал я знаю как это сделать приезжай работать в один из наших проектов в далекой стране там нет связи это в 200 милях от ближайшего города она согласилась и она проработала там без проблем около полгода ни телефонных звонков ни интернета нет связи этот мужчина не знал где она но однажды в том селе был установлен спутниковый телефон и глупая девчонка позвонила этому мужчине и я не знаю что он ей сказал но он обещал ей много чего поэтому она сказала мне и я хочу вернуться глупая девчонка меня это очень расстроило но мне пришлось вылететь за ней и она вернулась домой и что сделал этот мужчина он схватил эту девушку и использовал ее всю и когда он попользовался ею он просто выбросил ее в мусорное ведро у нее нет мужа но ей уже попользовались у этого мужчины все еще и жена но он ищет любовниц он не любил ее он просто хотел попользоваться ею она ничего от него не получила а наоборот потеряла все вот так бывает и с сатаной сатана заплатит вам он купит вас он будет использовать вас и когда он закончит с вами он выбросит вас ни мира ни любви ни надежды вы все потеряете вы были созданы по образу Божьему чтобы отразить его характер навечно вы были созданы чтобы жить вечно итак что такое гнев Божий гнев Божий это окончательное признание предоставление вам свободы выбора он дает вам свободу выбора и он принимает ваш выбор с Богом у вас есть свобода но вы можете оказаться в руках лукавого разгневанного народ человеческий кому вы хотите служить дьяволу который в ярости народ человеческий или любящему Богу который раскрывает свои объятия вам и говорит я хочу тебя усыновить он сделает вас царями и царицами он просил вас он усыновил вас и вы будете царствовать с ним вечно это то что я выбираю может быть это и ваш выбор я молюсь чтобы было так чтобы у нас было правильное представление о любви Бога и правильно выбирать наших друзей и узнавать наших врагов пусть Бог благословит вас субтитры